в этом видео мы поговорим о влияющих факторах на российский рубль затронем немножко тему нефти и как она влияет на курс и также попытаемся спрогнозировать курс доллара на август месяц всем привет рад вас приветствовать на моем канале и не будем терять времени перейдем к теме видео валютная пара доллар сша к российскому рублю завершила прошлую торговую неделю вблизи уровня 74 рубля и 19 копеек за 1 доллар сша пара продолжает движение в рамках коррекции и формирование паттерна треугольник скользящие средние указывают на бычий тренд а цены пробили область между сигнальными линиями вверх что указывает на давление со стороны покупателей доллара сша в ближайшие несколько недель следует ожидать попытки развития коррекции и теста области сопротивления вблизи уровня 75 рублей и 55 копеек где можно ожидать отскока и продолжение падения курса доллара по отношению к российскому рублю ниже уровня в 65 рублей и 15 копеек дополнительным сигналом в пользу падения пары доллар рубль станет отскок от верхней границы модели треугольник вторым сигналом будет отскок от линии сопротивления по индексу относительной силы rsi отменной опционом по снижению этой пары станет сильный рост и пробой в районе 79 рублей и 15 копеек это будет свидетельствовать о пробое уровня сопротивления и продолжение рост доллара против российского рубля с целью выше 82 рублей стоит дождаться подтверждение падения пары с пробоем области поддержки и закрытием котировок доллар рубль ниже 69 рублей и 25 копеек что укажет на пробой нижней границы модели треугольника сейчас поговорим немного о нефти и за первую половину двадцать первого года цена российской нефти выросла на сорок четыре процента несмотря на это от рубля не последовало положительной реакции раньше колебания рублевого курса зависели от стоимости отечественной нефти и объемов финансовых вливаний в российские активы со стороны иностранных инвесторов ближайшее время для рубля котировки цен на нефть будут менее важны нежели иностранные инвестиции сейчас прослеживается тенденция снижения спроса на активы развивающихся стран действия инвесторов крайне осторожны многие опасаются очередной волны к вид 19 и и негативных последствий еще одной важной и неблагоприятной для рубля причиной может стать изменение внешнеполитического настроя сша эти причины дают доллару устойчивую позицию на рынке связь курса национальной валюты и котировок на нефть снизились потому что российское правительство снижает риски зависимости экономики от цен на энергетические ресурсы в минфине уже заявили о программе покупки валюты и реализации ее внутри страны ежедневный объем покупки иностранные валюты россии до начала августа 21 года будет увеличен на одну третью часть если же перейти к политике сильного рубля то весомая победа над инфляцией будет одержана в течение календарного года но к сожалению со слабым рублем легче выходить из рецессии и преодолевать очередные геоэкономические нападки наших западных друзей и партнеров однако слабый рубль разогнал инфляцию и болезненно влияет на соционально незащищенные слои населения сложившаяся ситуация просто феноменальная это очень слабый рубль и слишком комфортные экспортные цены на российское сырье это прям настоящий праздник для минфина яркая риторика банк россии проявляется все отчетливее важный фактор уже влияющий на ужесточение денежно-кредитной политики это рост ценовых ожиданий компании особенно в рознице и промышленности рынок ожидает что цены могут подскочить почти на 12 процентов сегодня же мы наблюдаем рост кредитования бизнеса а вот из банковских депозитов население вышло еще полтора года назад при отсутствии непрогнозируемых шоков уже в августе мы увидим доллар на отметке от 70 до 72 рублей а евро окажется в диапазоне от 85 до 86 рублей но и это не предел укрепления российской валюты президент владимир путин 3 июля утвердил стратегию нацбезопасности россии один из ее ключевых пунктов это сокращение использования доллара сша в во внешне экономической деятельности страны во благо обеспечения экономической безопасности россии по сути это сигнал для долгожданного перехода к политике сильного рубля который будет иметь колоссальный положительный социальный и экономический эффект исторически считается что второе полугодие для рубля более сложное чем первое это значит что поход доллара к 68-70 рублям концу года может и не состояться как бы не рвалась нефть вверх также из года в год в летний период возрастает валютный спрос наступает период когда российские компании и организации выплачивают дивиденды заграничным инвесторам из-за открытия границ с другими странами среди россиян возрастает спрос на зарубежный отдых связи с этим летом курс рубля слабеет сейчас казну поступает валюта за счет продажи газа и нефти это оказывает небольшую поддержку у нас валюте еще одним укрепляющим фактором служит повышение процентной ставки со стороны центробанка предположительно до конца лета главным российским финансовым регулятором ставка будет увеличена до шести шести с половиной процентов целом прогноз благоприятный если произойдет резкое падение цен на нефть есть еще и интересы внутренних производителей и некие логичные рамки и инфляция которую пока не удается взять под контроль но вполне может оказаться что затяжная пандемия и ее проблемная третья волна перенесут дополнительные риски тогда ставка сместится на экспортеров а им выгоднее слабая нац валюта в конце концов компании продающие продукции за рубеж несут финансы в казну и их интересы тоже нужно будет учитывать однако при успешном выходе страны из рецессии и умеренно позитивная геоэкономическая обстановка в мире доллар может сдать свои позиции до конца этого года до отметки 67 68 рублей а евро вероятный мы увидим в диапазоне 82 84 рубля ну и на этом спасибо вам за внимание если вам было интересно и полезно эта информация то ставьте ваши пальцы вверх подписывайтесь на мой канал желаю вам побед в инвестициях увидимся с вами в следующем видео всем пока